Книга открытым оком. Вопрос 3994. В Патриархию было послано немало прошений о канонизации Ивана Грозного и Распутина Григория. Как на это отреагировала Патриархия? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Пока не было положительного ответа, потому что власть масонская не позволила по всей вероятности. В обращении к апархиальному собранию, зачитанному Святейшим Патриархом 15 декабря 2001 года, было и это. Цитата. Патриархия пытается самочинно, с черного хода канонизировать тиранов и авантюристов, приучить маловерующих людей к их почитанию. Неизвестно, действуют ли эти люди осмысленно или несознательно. Если осмысленно, то это провокаторы и враги церкви, которые пытаются скомпрометировать церковь, подорвать ее моральный авторитет. Если признать святыми царя Ивана Грозного и Григория Распутина и быть последовательными и логичными, то надо деканонизировать митрополита московского Филиппа, преподобного Корнилия, игумена Псково-Печерского и многих других умученных Иваном Грозным. Нельзя же вместе поклоняться убийцам и их жертвам. Это безумие. Кто из нормальных верующих захочет оставаться в церкви, которая одинаково почитает убийц и мучеников, развратников и святых? Если же эти люди действуют не вполне осознанно, а подчиняясь своим эмоциям, своей жажде сильной власти, олицетворяемой Иваном Грозным, своему стремлению увидеть в России наконец порядок, вместо того морального и криминального беспорядка, в котором мы все еще находимся, то им бы следовало понять одну элементарную истину, много раз доказанную всей человеческой историей. Несправедливость и зло невозможно победить и скоренить внешним насилием и другим злом. Жестокостью и насилием, которые сами по себе есть злом, но некоторые иногда используются для достижения якобы добрых целей, можно на какое-то время ограничить проявление зла. Страхом можно загнать зло в подполье, вглубь, но там оно будет продолжать расти и умножаться, будучи недоступным внешнему давлению. Корень зла не вовне, а внутри человеческой души, в отсутствии или искажении моральных ценностей, в греховной воле, в потемнении сознания. Победить зло, исправить жизнь можно только осознанным глубоким покаянием и изменением всего строя жизни, возвращением на путь добра и правды, то есть к Богу. Экклесиаст 3.21 Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю? Экклесиаст 12.7 И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Филиппийцам 1.23 По внешности судить, определять, что, мол, за птица реет перед нами, мы ошибаемся в сюжетах и ролях, участвуя в дебютах криминальных. В наличии у каждого есть голова одна. Крути, верти, выщипывай и крась, но лысина и плеш и седина у всех народов отдаленных раз. Разнообразить как? Лишь две ноги и две руки, их оголяют модно. Они те же, только одни и те же, только последи. То рожа с харей, а не лик, а морда. Преобразуется не тряпками и краской, и у духовности свечение не отсвечь. Господь зовет к себе, и явно не напрасно, желая гниль из прошлого отсечь. Бижутерия, парикмахер модный, жизнь превратилась в кукольный театр. Но с мертвецами остаются сходны и молодой, и кто предельно стар. По внешности ошибочно судить. Внутри шкатулки, бриллианты, злато. Обычный смертный из одних обид и взятку ждет для волосатой лапы. Овечьей шкурой волчья скрыта суть. Прилюдно блея, зверствуют келейно. В угоду власти будет в дуд-ку-дуть, или за блюд неправдами обклеен. Несоответствие тому, что есть внутри, желание добро творить находим. Но сделать оно, хоть в порошок сотри, не обретается зло в повседневном хобби. И нашу хижину, как призрак оболочки, раскаяние слезой с постом украсим. В одежду праведности облачимся срочно, дабы здесь сказанное стало не напрасным. 20 июля 2008 год. Игнатий Лапкин.